Здравствуйте, меня зовут Игорь, я аспирант Сибирского государственного университета телекоммуникации и информатики, Россия, город Новосибирск. Я вам расскажу про моделирование характеристик системы массового обслуживания канала с памятью в MATLAB и Simulink. Собственно, была составлена вот такая схема MATLAB, заданы различные распределения времени обслуживания, времени ожидания и распределения заявок на входе. Далее эти заявки попадают в очередь, обрабатываются. Здесь у нас есть очередь в 6 каналов, вот здесь, например, сейчас. И далее они обрабатываются сервером и получаем определенные зависимости потерь в заявках, обслуживания заявок, количество заявок, которые поступили в систему на обработку и количество заявок в системе массового обслуживания, которое зависит от времени. Также были написаны несколько M функций, которые позволяют запускать, собственно, модельку, что-то типа скриптов, задают исходные параметры, далее очищают, показывают определенные окна, рассчитывают характеристики. И, собственно, на основе введенных данных, это длина очереди, интервал симуляции, мы можем промоделировать всю систему массового обслуживания. И вторая функция для построения графиков, количество поступивших заявок от времени, количество потерянных заявок от времени, количество обслуживаемых заявок от времени, количество заявок в системе массового обслуживания и вероятность нахождения заявок в системе массового обслуживания, которая зависит от этого количества. собственно запускаем гуи графическую кей интерфейс программки у нас есть длина очереди интервал симуляции задано дефолтное значение рассчитываем среднее значение заявок и других параметров в системе можем изменять длину очереди и соответственно параметры у нас будут меняться вот и также изменяем интервал течение которое происходит моделирование далее рассмотрим построение графиков собственно графики симулинка показываются графическом интерфейсе вот соответственно все графики которые у нас там были построены мы отображаем здесь вот это более наглядно также есть кнопочка чистить чтобы стереть все графики и закрываем окошечко вот далее мы меняем длину очереди и интервал симуляции соответственно мы эти параметры поменяли у нас изменилось количество поступивших заявок и длина очереди и соответственно все параметры системы у нас уже другие вот спасибо за внимание